Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас на нашей культурной среде У нас сегодня интереснейший гость Композитор Платон Боровицкий Здравствуйте, Платон Добрый день Будем говорить и о том, какие мероприятия остались в связи с пандемией И, конечно, о том, что еще предстоит Будем очень надеяться, что классическая музыка будет продолжать звучать Не будет той ситуации, которая была весной Когда все было закрыто И музыканты не могли работать И слушатели также Те смелые, которые все-таки продолжают ходить на концерты Будут иметь возможность послушать концерты классической музыки Что мы имеем на этой неделе? 23 октября в 19.00 в Домском соборе Продолжение фестиваля «Латвийская осень-2020» За органом Илона Бирделя И будет гитарист-композитор Армандс Алкснис И у них в программе, конечно, композиторы латвийские, современные Это Петерис Васкс Также произведение самого Армандда Алксниса Также будет произведение Агниты Криловой Рамуальда Ермака и Одиса Праулини И, кстати, в этом же фестивале На закрытии будет звучать произведение Дэбис Полукснис нашего гостя Платона Буравицкого Это очень яркое произведение Для саксофона, ударных инструментов и органа И исполнять будет Главный органист Домского собора Художественный руководитель концертов Айгарс Рейнис И Айгарс Раумнис Наверное, уже один из самых титулованных Латвийских органистов Несмотря на его достаточно юный возраст Ну и, кстати, наш сегодняшний гость Тоже очень еще молод Но, тем не менее, написал уже большое количество музыки Платона, расскажите об этом произведении Дэбис Полукснис Которое ожидает наших слушателей Рамках фестиваля Латвийская осень Произведение попросил написать Мой друг-саксофонист Айгарс Раумнис Ну и вот команда будет Айгарс Раумнис Айгарс Рейнис Орган И Я не помню тоже Якобс Мэринш Ударные Ударные А почему именно такой состав? Они сами предложили? Они сами предложили И ударные Не ударные Как в смысле классическом Перкуссии Виброфоны Ксилофона А роковая Барабанная установка Да Вот так просто Ну вот так, кстати Это Домский собор Да И то есть часто бывает Что когда звучат Орган Это Почтиляет Сакральным инструментом И часто бывает Что Исполняют Современную музыку Разную Ну вот как только доходит Например до произведения Астропицолы Исполнить аргентинское танго Все сразу пишут Не сошли ли вы с ума Исполнять такую музыку в церкви Как вы считаете Можно ли исполнять в соборе Тот же Аргентинское танго И Как таковые Низменные жанры Которые считают наши слушатели Хотя Астропицола Конечно уже классик великий По моему мнению Астропицола Можно и не играть В соборе Аргентинское танго Не особо подходит Под церковную акустику Вот например Метал Или вот Может быть Кто-то знает Группа Sun Которую играет Дрон метал Или вот что-то более Агрессивное Вполне с этим Сочетается Также Некоторые джаз Сочетается Вот я слышал В исполнении Айгарса Рейниса Рапсоди Рапсоди Гершина Ну здорово Ну получается Пьетсолу не надо играть А Рок можно Да Ну Я про то Что можно играть все Только надо смотреть Не по ситуации А именно по акустике Потому что Мы сейчас живем Не в 16 веке Ну а Стороприцов Он и так Из каждого утюга Звучит Ну почти Ну кстати Дорогие друзья Мы разыгрываем билеты На концерт 23 октября В Домском соборе Это фестиваль Латвийская осень Гитары и орган Илона Бергеле Орган И Арманд Алкнис Гитарист Первый позвонивший В нашу студию Получит два билета Телефон 672-12-939 Также можно Задавать вопрос Сегодняшнему гостю Это композитор Платон Буровицкий 24 октября В 17.00 Открытие Нового музыкального фестиваля Арен 2020 Это в реформаторской церкви Все равно В Риге В основном Все концерты Проходят в церквях И концерт делится На две части Первая часть Будет выступать Трио аккордеонистов Артура Новика А также к ним Присоединится Виолончелист Иварс Беспрозванов Во второй части Выступает Пианист Эдгар Цирулис И контрабасист Янис Рубитис Рубикс И у них в программе Уже будет джаз Это как раз то О чем мы сейчас Говорили с Платоном Что сейчас в церкви Звучит не только Классическая музыка Не только сакральная Духовная музыка Но и можно услышать Джаз Можно услышать Популярную музыку И конечно же Современную музыку Как в Домском соборе Где проводится Фестиваль Латвийская осень В этот же день 24 октября В 18.00 Уже в церкви Старой Гертруды Будет мой концерт Опять-таки Гитары и орган Владимир Кудрин И гитарист И я за органом И у нас в программе Антонио Вивальди Аган Себастьян Бах Луиджи Бакерини Также будет пьеса Российского композитора Елены Попляновой Посвящение Вивальди И что у нас еще будет В программе Ален Бюльман Готическая осюит Очень яркий Интересный концерт И Кстати Платон Для органа Вы написали Ровно одно сочинение И получается По заказу Именно Айгерса Рауманиса Да? Будете ли писать еще? Ну да Да Хочу У меня давно была идея С Айгерсом Раинисом Посидеть Обсудить Что такое орган И написать уже Соло для органа Потому что для органа У меня нет ни одного Произведения Это произведение Оно как Орган как часть ансамбля Ну да Вы Многие органисты Латвийские Пишут сочинения Именно для органа Домского собора То есть они знают Диспозицию Иногда и выписывают тембры И даже когда премьера Сначала происходит В какой-то церкви Там или в Гертруде Или даже в Англиканской церкви Все равно стремятся Потом чтобы произведение Прозвучало в Домском соборе Есть ли у вас такое стремление Или вам все равно На каком органе прозвучит? У меня стремление Написать более-менее универсально Чтобы его можно было Играть на любом органе Ну это можно действительно Написать Как бы вы ни написали Даже если вы написали Для семимануального органа Органисты зловчицей Сыграть на одном мануальном На одном мануальном Конечно мы не сможем сыграть Ну потому что есть Замечательный орган Тоже в фирме Валькер В церкви в Пинти И там конечно уже Ограниченные возможности То есть трио фактуру Не сыграешь А вот на двух мануалах Вполне-вполне Можем справиться 26 октября Концерт Пикола В Домском соборе За органом Илона Бергеля И кстати интересно Что на этой неделе Можно послушать Произведение Иоганна Себастьяна Бах Фантазию соль-мажор В Домском соборе В исполнении двух органисток 26 октября В исполнении Илона Бергеля А 28 октября Илзе Барла И это очень интересно Сравнить исполнение Двух разных органистов Илзе Барла Также исполнит В Домском соборе Очень яркий Яркую сонату Александра Гельмана Последнюю часть Его первой сонаты Финал Это виртуозное сочинение И я бы сама С удовольствием Сходила и послушала Это произведение На самом деле Афиша очень-очень скудная Я вам сейчас уже Назову последний концерт Куда можно было бы сходить Это 28 октября В Рижском русском театре Будет спектакль Мифы Кажется Одесса Город Клодовской Это на музыку Композитора Раймонда Пауса Драматург Вячеслав Вербин И режиссер Владимир Золотарь Они воплотили Культурный миф Одессы И обаяние Этого мифа Огромно Как пишут В пресс-релизе И также Есть в одной рецензии Одесса Это маленькая вселенная Там любовь до неба Страсть до крови Дружба до гроба До гроба И похороны Всегда по высшему разряду Это самая Одесса Описанная Исааком Бабелем Веселая Горячая Бесшабашная Она жила В спектакле Одесса Город Клодовской Это 28 октября В реческом Русском театре И музыка Маэстро Раймонда Пауса А в гостях У нас сегодня Тоже скажу Маэстро Конечно Платон Буровицкий С прекрасным Чувством юмора И Очень-очень Интересной музыкой Кстати Недавно Была Современная Платформа И у вас звучало Тоже произведение В исполнении Квинтета Где выступал Юрий Савкин Ирина Валюкжанина Еще Кларнетист Еще Кларнет Альт И фортепиано Быстро написали Это сочинение? Да Довольно А сколько у вас Времени занимает Создание Например Такого квинтета Сколько? Минут 20 Звучало Достаточно Большое Зависит от стилистики Если пишешь В стиле Минимализм Тогда получается Быстро Если повышаешь В современном Сложном стиле Тогда можно Очень долго писать Потому что Количество информации На квадратный Сантиметр Страницы Увеличивается Да И вот Проект этот Инициировал Мой друг Яков Геронимус Сам Сочинил Произведение Пригласили Георга Пелециса Он сам Сыграл Свои Произведения На Рояле И еще Моя Работа Была Какой ваш Любимый Инструмент Компьютер Ну ладно А если музыкальный Инструмент На котором Ну компьютер Тоже может Компьютерная музыка Я согласна А вот кстати У вас проект Который должен Состояться Он как раз В Тукамсе Вы рассказывали Как раз для компьютерной То есть Я не уловила До конца Он для Синтезаторов Аналоговых То есть То же самое Что в компьютере Только такое Понятие есть Хардвейр Электронная музыка Без компьютера Синтезаторы Живые С кнопочками С обмотками С транзисторами И резисторами Именно это сочинение Хотели приложить Для хора Да Но к сожалению Из-за пандемии Ну да Вот этот 24-го Концерт этот Отменился Он должен был Быть В маленьком городке В маленьком городке Недалеко от Тукумса И городок этот Называется Туме Ну Тукумс Туме Да Но зато будет Другой концерт Того же 24-го В Цессисе Там уже будет Тема симфонического Рока Будут произведения Правленьше И мое А также Произведения Кита Эммерсона Кстати Мое произведение В этом цикле Посвящено Киту Эммерсону Пытался Его стиль Отобразить Своими нотами Ну и пара цитат Еще Из альбома Таркус Как бы вы Разорвались На два концерта Сидел бы дома А и там И там слушали Слушали бы в записи Как бы начали Сочинять Так же как Сергей Прокофьев В два года Матушка выделила Две октавы У рояля Четыре года Написали первое сочинение В девять лет Первого опера Нет Вначале я хотел быть Кардиохирургом Это во сколько лет Ну в самом таком детстве До семи Хотел быть доктором И именно вот Сердце чинить Вот так и выражался А почему То есть кто-то у вас Пойл Не знаю Ну то ли фильм какой-то Посмотрел То ли Просто книжку бабушка Показала Я не помню Потом я хотел уже Стать именно композитором Не пианистом А композитором В школе Первая моя учительница Лидия Григорьевна Это в школе Уже имели дар занят Нет В 63-й средней Общеобразовательной Там Разные Деятели Свои кружки предлагали Кто предлагал Кружки танцев Они вламывались На уроки И спрашивали Кто вот на такой кружок Пойдет Поднимаем руки Записываем Ну и вот так же Было С Фортепиано Я начал Узнал что такое Нота Узнал как Пишется Правая рука Как пишется Левая рука И как это все Работает вместе И понял что Сидеть и Выучивать наизусть То что там написано Не особо Прикольно Просто надо взять Карандаш Нотную бумагу И писать свое Почему? Потому что Учить не надо И ноту читать не надо Да Само выучивается И потом уже Она меня направила Лидия Григорьевна В пятую Тогда Сейчас называется Юговская музыкальная школа Где уже я учился У композитора Вилнеса Шмидтберга По композиции Да Именно по композиции Потом В Дарзине У Пэтриса Васкса Потом В Академии У Уже там у меня Целая семья Обычно Учитель твой Духовный отец А там Было Папа Мама И дядя Мама Салга Мэнси По композиции Папа Роланд Кромлок По электроакустической музыке И дядя Андрей Светсумник С Пэтрисом Плакетисом Которые у меня учили Инструментацию И чтению партитуры Понятно Вы поддерживаете отношения С мамой, с папой И дядей Стараюсь Стараюсь Ну да Так же как стараетесь Поддержать отношения С Георгем Пельтисом Да Еще появился По полифонии Как полифонию Забыть композитор А пишите фуги Ну я использую Технику полифонии Как таковой фуг Мне не Не нужно А вот Фуга То Да Ну кстати Когда соберете Писать для органа То конечно Фуга очень нужна Какой орган Без фуги То есть это Никак не обойтись Ну а кстати Перед Академией У Платона Был еще замечательный период Ну вопрос Замечательный ли Когда он решил Все-таки Что нужно помогать родителям И как настоящие То есть во всех романах Пишут что трудная судьба И бросил музыку Пошел работать на завод Для того чтобы зарабатывать Кем вы работали на заводе Я не бросил музыку Я бросил школу Школу да То есть школа и музыка Все же вещи разные Но музыка Без школы тоже Лучше учить музыку в школе Чем просто так По собственному опыту говорю Я ушел в среднюю музыкальную школу И пошел в вечернюю Вернее я пошел на завод И потом я понял Что надо все же Среднюю музыкальную закончить И я учился В 18-й вечерней школе Два года 11-й и 12-й класс И потом В течение этого времени Я узнал Что при поступлении В Академию музыкальную Не нужно Среднее музыкальное образование Нужно среднее общее И надо просто сдать экзамены И я просто издал И стал композитором Прямо взросл Да Залог успеха Сдать экзамены Сдать композитором Сколько вам было лет Когда получили первый заказ С гонораром? 23 Это было обязательное произведение На конкурс Домбровского Велончелистов И вы получили премию? Нет Я написал обязательное произведение Для них А я поняла Конкурсанты Обязательно должны были выучить Но, кстати, сейчас очень много конкурсов Где конкурсов композиторов И принимали такие Участие в таких Да, время от времени И в средней музыкальной школе Когда учился Вернее, не в средней В детской музыкальной школе учился Я принимал активно Потому что учителя посылали А потом уже нет Потому что Они все за рубежом Часто программа конкурсов Не перекрывалась с программой Которую для экзамена Надо писать То есть это надо писать параллельно Тогда я не писал так быстро Как сейчас Сейчас бы я мог бы и то, и то Тогда это было сложно Я очень мало участвовал Там парочку участвовал А еще плюс Еще надо было платить за участие Что самый главный тормоз Всего прогресса был Потому что 25 и 35 евро На тот момент Для меня были серьезные деньги А, и кем я работал на заводе На заводе я вначале работал На судоремонтном Подготавливал Мазутные танки Это бензобаки Корабля Под огневые работы Моешь их такой Ерундой Которые Водяная пушка А еще перед этим Соскребываешь Остатки мазута В ведро Шпателем А потом уже работал На бетонном заводе Там Делал Всякие изделия Из бетона Дают чертеж Делаешь опалубку Кидаешь Не кидаешь Специально завязываешь Специально согнутые Арматурные стержни Чтобы было Самой сложной Частью В этом деле Ну и потом бетончик Ну после этого Вы решили Что все-таки Основная ваша профессия Это музыкант Я с самого начала Решил Просто тогда Нужно было немного заработать Кстати есть очень интересная цитата Я вычитала Послушайте дорогие слушатели Это цитата Платона Я осознала Ищутил силу музыки Я поняла Что в 21 веке Профессия музыкант Станет доминирующей Так же как профессия военной В 20 веке Война это путь к смерти человечества Музыка же Путь к победе человечества Путь к жизни И дальнейшему процветанию человечества С тех пор Как я написал первую ноту Я решил Я буду делать все Что люди Чтобы люди больше слушали музыку Человечеству нужно открыться Музыке И каждому найти себя в ней Мне это безумно понравилось Это на самом деле Очень напоминает еще Александра Скорябина Его такие утопические Идеальные образы И вот кстати Что вы делаете для того Чтобы слушатели слушали музыку Потому что написать музыку Это пол дела А чтобы услышали вас Чтобы захотели еще услышать Ну звездочка Которую я стремлюсь Это написать Такую Ну вернее создать Универсальный стиль Который всем понравится И преемникам субкультур И академической музыки И неакадемической А также поп-музыки И шансоны Это возможно? Если делает То скорее всего Это будет возможно Но может быть На моем веку Это невозможно Ну и что я конкретно Вот на данный момент Предпринял Я объединяю Разные субкультуры Вот у меня есть Техно-опера Для шести инструментов Синтезаторов Ну электроники Именно с битом Шести вокалистов Ну и сюжет Это мой друг Любрето написал То есть И те приходят Им есть что Они находят себя Вот в этой музыке И допустим Профессора из консерватории Тоже они вот находят Вот другое То есть Каждый должен получить От этой музыки кайф Ну конечно У меня пока Очень получается Это топорно Да Вот это объединение Но На данный момент Меня знают Как бы и там И там Пытаетесь объединить Разные-разные культы Ну если не мир Хотя бы Вот своих друзей Чтобы они хотя бы знали Что вот есть вот музыка Которую могут вот слушать Вот все вот Кто меня знает Потому что у меня друзья Очень разные Там А те кто Вообще может спокойно жить Без музыки А те кто не может Жить без музыки Дорогие друзья Все-таки Предлагаю вам Жить с музыкой И ходить на концерт Классической музыки Мы разыгрываем Два билета В Домский собор На фестиваль Латвийская осень 2020 Концерт в пятницу 23 октября В Домском соборе Выступает Илона Биргеле И гитарист Армандс Алкснис Первый позвонивший По нашему телефону 672-12-9-30 Получит два билета На этот концерт Платон Охотите ли вы сами На концерты? Да Часто? Да Последнее время Не очень Ну потому что Во-первых Вирусы Да Там ну за семью Там страшно Во-вторых Как-то последний Год Не было времени А так я довольно Часто хожу Меня воспитывали Именно мои учителя Ходить часто на концерты Вопреки всему Говорят Даже если нет времени Ходи на концерты А какие концерты Любите? Фактическая музыка Или пойдете На своих коллег Слушать? Мне вот очень нравится Фестиваль Сканиум Мэш Лес звуков Ежегодный Он альтернативный Там играет И академическая музыка И От академической музыки До прогрессивного рока Ну как бы Радикальные аспекты И того и того Разумеется Мне больше нравится Экспериментальная музыка Где вот новая Вот как вот Алфавит бесконечный Ну и послушать Шопена В нормальной интерпретации Вживую Тоже неплохо Ну кстати В Латвии Это гораздо реже Услышишь музыку Шопена Чем современных Латвийских композиторов В последнее время Да Еще вот пять лет Было совершенно по-другому Я еще недоумевал Зачем вот играть То что 300 лет назад Написано Когда вот мы здесь Живые И активно работаем Это слава богу Поменялось Но видите Тут мало народа Мало концертных залов Три с половиной Симфонических оркестра В одном Берлине Только их Около ста Оркестров То есть Один может играть Более экстрадную музыку Другой может играть Лаундж Музыку Поля Ренуара И кто-то может играть Просто классику И кто-то может Еще и современно В этот момент успеть У нас либо так Либо так На данный момент Ну потому что Если создать Еще один оркестр Будет ли он Обеспечен аудиторией Может быть нет Будет ли он Обеспечен финансированием Начнем с этого Аудитория Ну нет Вот взять Вот случилось чудо Байкал стал лужей Мы нашли финансирование Организовали оркестр Построили ему зал Кто туда ходить будет Ну как Те слушатели Ну вот я вот часто Хожу на концерты Я вижу что Допустим Зал большой гильдии Наполовину Полон А не полон А не переполнен Ну смотри какая программа Например Когда мы делаем Программу музыка Кино То конечно Мы делаем даже Три концерта подряд Когда я играю Свой авторский цикл Все сочинения Ганна Себастьяна Баха То дай бог У меня будет Один концерт Полный Один Все конечно Зависит от программы И Еще и от работы Организаторов Как они Анонсируют Как они Привлекают публику Вот как вы Готовы Привлекать публику Чтобы Люди Захотели идти Слушать Какие вы Средства используете Ну тут надо Вообще-то Систему менять Потому что Какие люди Они на данный момент Есть Такие есть Да Тогда нужны Всякие Рекламные Ухищрения Я не рекламщик Я не знаю Как это делать Я вот могу Придумать Какой-то Универсальный Стиль Музыкальный Да Организатору Ему предложить Если он посчитает Что это интересно Он может нормально Организовать Если он скажет Что это там Техно С академической музыки Фу Проблема другая Она откроется В музыкальных школах Ворующих учителях В том В ненужных Теоретических предметах Типа сольфеджио В детской музыкальной школе Да В средней музыкальной школе Обязательно И средняя музыкальная школа Которая уже готовит Людей Которые играют Там оно нужно В детских музыкальных школах Я сам работал Преподавателем Люди отдают детей Чтоб они научились Любить музыку Сыграли им На Новый год Что-нибудь Их учат играть Одним пальцем Потом говорят Вот Большая квинта Чистая кварта Какие-то цифры Они не понимают Зачем они там Они Бросают музыкальную школу В классе в четвертом И говорят Я ненавижу музыку Уберите пианино Или у кого-то Остается пианино И оно пылится Они даже к нему не подходят Я не говорю Про тех Кто идут дальше Потом в среднюю И отдают жизнь музыке Но Одни отдают жизнь музыке А другие говорят Я ненавижу музыку Вот у тех остальных Надо хотя бы подготовить Аудиторию Которым будет неглом Сходить на концерт И купить билет На самом деле Все-таки Невозможно Выбрать тех То есть Из всего потока Который пришел В музыкальную школу Выбрать тех Которые пойдут И займутся музыкой Тех кто не пойдет Это сольфеджио Необходимо Просто с первого класса Как они будут пить Как скрипачам пить Как пианистам Если он не развивает слух Он просто Конечно пианистам Легче всего А струнникам Виолончелистам Скрипачам Да им просто Необходимо сольфеджио Ну может быть там Им необходима практика Играть И сольфеджио На уровне упражнений По развитию слуха Но и не из-за того Что такое сольфеджио Вопрос что такое Мы понимаем Может быть сольфеджио Видимо у вас глубокая травма Скорее всего Потому что У меня этой травмы нет Я с большой любовью Вспоминаю своего преподавателя А у вас абсолютные слухи У меня абсолютные слухи А ну вот поэтому У вас и нет этой травмы А вот речь идет Вот Ну вот Об обычных людях У моего ребенка Нет абсолютного слуха И мы его развиваем Да То есть это все конечно Делается в игре На самом деле Конечно меняются и методики И сейчас Например В том же ЦМШ В центральной московской школе Да Там Совершенно другого уровня Проходят сольфеджио Они поют И играют И я думаю Что эти новые методики Дойдут и до Риги И конечно Вопрос Воспитывать публику Она воспитывается Это ведь мизер Который идет В музыкальную школу Это просто мизер Среди того количества Детей Которые ходят В общую школу И вот там Как раз И воруют детей Потому что В каком виде Там происходит музыка Что там делают На уроках музыки Это я помню Еще в советское время Когда у нас Мы пели Приди лесной Умчи меня лесной олень То есть Под баян Когда не слушают Классику на концерте Не прививают Любовь к музыке Вот это проблема А не проблема В сольфеджио В музыкальной школе Куда привели Сколько человек Ну сто человек На одном там Максимум учатся В одном классе В одной школе А тысячи детей Учатся в школе И они не слушают Классическую музыку Да Совершенно верно Ну и Я на своем там Опыте Да Свои детские травмы Именно да Образование Вот это Оно подготовит То есть Те дети Которые Если им Ставить Показать Что есть Такая музыка Есть такая музыка И вот оно Вот так работает А не штудировать Какие-то термины И выучивать Талмуды Чего там Сейчас учат По-моему Народные песни Народные Как без народных песен Всегда народные песни Да но есть и народные песни И такие песни Вот сегодня у нас Народные песни Завтра у нас Не знаю Вот давайте Выучим В финал девятой симфонии Хотя бы вот эти Несколько тактов Песенку споем Ну на петь это приятно Очень хорошо На петь приятно Вот это да Было бы здорово Ну кстати Эту реформу сделал Мартин Лютер Правильно Когда Были непонятные тексты И В лютеранстве Он сделал Все народные мелодии Наложили на духовные тексты И получили Замечательные Молитвы Которые поют И точно так же В латвийском обиходе Когда Популярные мелодии Ну уже не нашего времени А кстати Возможно ли Нашего времени Включить Какие-то мелодии В богослужении Или это опять-таки Закостенело Вопрос эволюции Вопрос человека Вот если какой-то человек За это возьмется Вычленит все Подготовит Насколько его примут Я думаю Что да Возможно В принципе В Латвии Многие так и делают Когда Сейчас пишут На духовные тексты Современно Там гитарную музыку И делают Такое же Богослужение Но кстати Вы также пишете Духовную музыку Да Ну да Есть ряд Сколько сочинений Написали Одно у меня Чисто духовное Для хора Логос На текст из Библии Посвящение Рождеству Христову И Жонам Миран Носица Полная запись Есть на Ютубе Кстати Еще у меня Есть Но оно такое Не духовное Оно такое Оно считается Как бы формально Неосакральное Ну там текст Разных Разных поэтов Светских Там более Оно про то Как надо Любить землю Как там Закрывать двери За собой И не мусорить Дорогие друзья У нас в гостях Композитор Платон Буравицкий Мы говорим О музыке О концертах И кстати Его сочинение Очень яркое Интересное Для органа Саксофона И ударных инструментов Прозвучит 30 октября На закрытии Фестиваля Латвийская осень Не пропустите Этот концерт Домском соборе Я разыгрываю Два билета Почему-то никто Не хочет идти В Домский собор На латвийскую осень Может быть Кто-нибудь захочет Пойти на мой концерт 24 октября В старой церкви Святой Гертруда Я выступаю С Владимиром Кудриным Это замечательный гитарист У нас в программе Концерт до мажор Для мандолины И оркестра Версии для гитары И органа Таката ми-мажор Иоганна Себастьяна Баха Кстати Он ее создал Вместе со знаменитой Такатой Ифугой ре минор Когда вернулся Из своего знаменитого Пешего путешествия В Любик К выдающемуся композитору Северно-немецкой органной школы Это Дитрих Букстехуде И вместо трех недель Пробовал там целых полгода За что получил выговор И когда вернулся Можно сказать Вернулся другим человеком Написал ми-мажорную такату И знаменитую такату Ре минор В этом концерте 24 октября Прозвучит ми-мажорная таката И таката ре Дарийская Так и называется Этот лад Дарийский Ну куда не денешься Это музыкальная теория Все-таки Видите потом Куда же без них Не, ну теорию-то надо Я имею ввиду Но это опять-таки Она изучается в сольфеджио В первое время Потом только выводится В отдельный предмет Да Ну вот Были раньше лады Ионийский Лидийский Дарийский До того, как появились Мажор и минор И вот Пах написал В ре Дарийском Прелюди Такату и фугу В этом концерте Прозвучит только таката Также будет еще Адажо для Вивальди Посвящение Вивальди Елены Попляновой Очень яркая Такая Испанская музыка Луиджи Баккерини Он ее написал Когда Жил в Испании И как раз Очень много писал Музыки Для виолончели И это сделали Переложи Было Это многочисленные Переложения В том числе Для гитары И органа И будет еще Произведение Леона Бюльмана Это французский Композитор Таката Из готической Сюиты Я разыгрываю Два билета На этот концерт 24 октября В 18.00 В старой церкви Святой Гертруды А для гитары Вы что-то писали Платон? Опять же Как участник Ансамбля Одна режиссер Она сейчас работает В Германии Марго Залит Придумала Такой цикл Микроопер Как бы Маленькая сценка Сюжет Там гитар Гитара Два вокалиста А и все Да Гитары Два вокалиста И Матис Чудор Сыграл Местный гитарист Да Так что у меня есть Для гитары Тоже вот одно Но тоже в качестве Ансамбля Какое ваше самое любимое Ваше сочинение Хотя говорят Что невозможно Это как все Все свои дети У меня На данный момент Ну три любимых Моих Три любимых Моих произведений Одно я написал В 2015 году Называется Пречувствие Для фортепиано Там очень много Так называемого Тремоло Это когда быстро Меняются две ноты Есть трели И тремоло Когда вот так Двумя руками Активно Сейчас минуточку Мы Кто-то все-таки Хочет пойти на концерт Алло Здравствуйте Добрый день Я по поводу Розыгрыша Билетов Да Вы хотите пойти В Домске Или на гитару Старую Гертруду Наверное В Домске А вы в Домске Прекрасно Назовите ваше имя Пожалуйста Норман Очень хорошо Норман Позвоните пожалуйста По телефону После передачи 220 929 00 Да Хорошо Спасибо Дорогие друзья Мы разыграли Два билета В Домский собор И у нас еще остались Два билета На мой концерт 24 октября В старую церковь Святой Гертруда Где будет выступать Владимир Кудрин Гитарист И я буду играть На органе Сегодняшний гость Композитор Платон Буровицкий Рассказывает Какие его Три любимых Сочинения Про одно Он уже немного Рассказал Да В общем Причувствие Для фортепиано Соло Потом А кто играл Премьеру Я А еще кто-нибудь Играл Играл Рихард Полешанов Один раз Сейчас активно Занимается И Гюлеб Беляев Он сейчас Больше занимается Преподаванием В Далговпиловском Педагогическом Институте Ясно У нас есть второй Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Вы С вопросом Или за билетами Да Ну Хотела бы билет Китару Как вас зовут Карина зовут Очень приятно Позвоните пожалуйста Мне после Передач По телефону 220 929 00 220 929 00 Хорошо Спасибо Дорогие друзья Мы разыграли билеты В Домский собор На фестиваль Латвийская осень И на мой концерт 24 октября В старой церкви Святой Гертруды Где я буду выступать С Владимиром Кудриным А в гостях У нас Платон Буровицкий Так вот Мы поговорили О вашем первом сочинении Любимом Это Для фортепиано Да И второе 2013 год Мотор Тоже для фортепиано Его кроме меня Никто не играл Потому что Я там Сложновато написал И для камерного оркестра Эстетика демонтажа 17-го года Вот если о моих Любимых Говорить А что это сочинение Такое эстетика демонтажа? Демонтаж Это как формообразовательный принцип Форм-фактор Начинается с экспозиции Где Экспонируется материал Само его Как бы Начинается все с развития Точнее С результата Потом вот у него Хопа Один слой снимается Хопа Слой снимается Хопа И в конце остается Вот этот примитивный Пульсирующий каркас Который немного напоминает Поп-музыку Да Оно немного провокативное Немного громкое Вот оно мне нравится Особенно Как оно воздействует на зал Ряд людей Встают И хлопают стоя Некоторые Выбегают из зала И после себя дверь Некоторые смеются Некоторые вообще не понимают Господи Что это только что было То есть Как Если Музыка Ну До конца 19 века Ну Импрессионистов Тоже туда можно отнести Она была более-менее Иллюстративной Вот если Шум леса Так шум леса Водичка Водичка Там Любовь Любовь Сейчас там Нету ничего такого Там слово Конструкции Более сложное И в меру своего Обезображивания Или Эрудиции Культуры Каждый Находит свое Там У меня был Кстати о том Кто как находит свое В чужой музыке Ну да На своем примере Расскажу У меня было произведение Называется Инжектор Впрыск Сопла Ну оно на трех языках Инжектор Как инжектор На английском Впрыск Как впрыск На русском И сопла Спраусла На латышском Там играл Фагот Есть такой прием Называется Подражание вертолету Хеликоптер Тонг Там специальное Движение языком Делается И Интересный звук Получается Так вот У меня он Изображал Порхание бабочки А знакомый Там услышал Очередь автомата Ну и кстати Про тот же Демонтаж У меня там Как бы Оголяются Тектонические Вот эти слои Древние Вот так Оно Все происходит А знакомая Там услышала Войну Сказала Да Вот Война Она скоро будет Какую войну То есть Музыкальное образование Оно должно быть И именно Вот вы правильно Заметили Не только В музыкальных школах А в общеобразовательных школах Просто Не просто Вот что Вот музыка Вот есть такая Вот А есть Много музыки Она есть разная Ее можно выбирать Ее не обязательно любить Но Ее было бы неплохо Принять и смотреть Потому что музыка Это Особенно Современная Сложная музыка Но это вот С одной стороны Как зеркало Показывает Насколько сейчас Какова сейчас ситуация Нужно ли ее Исправить Или нет Вот в зеркало Смотришь И надо Исправить Ситуацию Ну а кстати Вы даете Аннотации К своим Сочинениям Для того Чтобы публика Подготовилась Для того Чтобы она Не услышала Войну Там где ее нет Я сейчас В последнее время Начал Уделять Этому Внимание Раньше Я писал Сочинение В общем Часы небес Время Если ты Ну еще На рояле Показывают 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 Как он Переключается Особенно Как мальчишки Вот там Мотоцикл Как он устроен Орган Это круто Просто посмотреть Самолет Для детей И тем более Да и для взрослых Вот взять Среднестатистического Человека Который Музыкой Мало Интересуется Он не знает Как орган Выглядит Да Так же Как фагот Баскларнет И еще там Парочка Таких Интересных Инструментов Ну ладно Просто Не всегда Могут Знать Что-то Альт Скрипка Виолончиль То есть Они как бы Скрипка Скрипка Большая скрипка Большая скрипка Вот Так да Визуальный нужен Особенно Если мы живем И все рассматриваем С позиции поп-культуры Как нам на фейсбуках Напишут Так мы И поступаем Никто сейчас Между строк Не читает Так это Само то Надо посмотреть А потом уже Когда все будут готовы Тогда уже Тогда можно не смотреть И смотреть На концерты не ходить А все через Виртуальное пространство Какой концерт Вы сказали Что вы ходите На концерты Иногда больше Иногда меньше Какой концерт На вас произвел Самое яркое впечатление Неизгладимое За последнее время Ну конечно За последнее За последнее время На сканюмэшсе Опять таки А вот это да Каждый год туда хожу И там каждый раз На меня производится Неизгладимое впечатление Куча эмоций И вдохновения И хочется побыстрее Бежать домой И что-то Самому написать Да Точно так же Как я вчера Ходила на концерт Люкады Барга Которую привезла К нашему большому счастью Инна Давыдова С двумя концертами У него 19 и 20 были концерты И вот тоже Было большое желание После того Как ты Не отличил Когда закончился фары И начался скрябинг Там второе отделение В первом отделении Он играл итальянский концерт И Иоганна Себастьяна Баха И Шумана Сонату Фа минор Который называется Концерт без оркестра А во втором отделении Играл Фаре Баркарол И потом четвертую Сонату скрябина И потом еще опять Фаре Какую-то фитюлечку И фантазию скрябина И вот Я с подругой Очень удивилась Когда концерт закончился Во-первых, 50 минут пролетели Просто Как одно мгновение Но я не увидела Где же эти были Четыре произведения Это была его концепция Когда фары Перетекают в скрябина И я думала Ой, ну как же фары Похожи на скрябина И вот действительно Это И первым делом После того, как я пришла домой Села играть На органе Да Благо, что у меня Электронный орган И можно убавить звук И вот точно так же Вы, когда приходите После концерта Начинаете сочинять музыку А хочется что-то переписать Вот увидели Услышали, как написал Современный композитор И вот хочется переписать Это Или такого не бывает Нет Ну то есть Я бы на его месте Добавил бы того Нет Ну как Он как композитор Это его воля Его воля Я лучше свое напишу Мне даже, кстати Вот Плохая моя черта Мне не хочется себя переписывать Мне нравится Меня устраивает то, что я написал Партитуры в печь Бросать не будете Как Петр Личаковский Особенно если то, что сыграно Мне пару раз в жизни было Что-то было бы неплохо доработать И в результате я оставил Потому что Все же то было лучше, чем я потом придумал Посвящаете кому-то музыку? Да Вот у меня там Друзьям есть пару посвящений Жене есть посвящения Взгляд ангела Для скрипки с фортепиано Романтично Ну посвящение это как татуировка Фактически Сквозь лета сразу будут узнавать То есть А посвящение это опасная штука Да Да не просто Ну и с другой стороны Если я посвятил Так это же Ну это подарок Подарок, действительно И что, забирать что ли Дорогие друзья К сожалению Наша передача подошла к концу У нас в гостях был Прекрасный Совеседник Хочется сказать Органист Но нет Пианист И в первую очередь Композитор Платон Буровицкий Его сочинение можно услышать Достаточно часто В Риге И в ближайшие 30 октября В Домском соборе Не пропустите Дебис Плукстенис В исполнении Айгера Рейниса Айгера Рауманиса И Эрнеста Мэдинша На ударных Это для органа Саксофона И ударных Благодарю вас Платон За интересную беседу До новых встреч До свидания